Улыбка На работа В степени удачи Много работать и не унывать Я пытаюсь Делать то, что я делаю честно Хорошо И естественно Ожидаю того, кто рядом Но оно так и происходит Потому что личным примером Ты показываешь Вовлеченность, честность И это естественно не в каждом человеке Находит отклик, но в каких-то Приятно познакомиться Меня зовут Полина Оскар Александрович Расскажите, пожалуйста, кто вы? Я, на мой взгляд, больше инженер И исследователь Хотя, с другой стороны Как, по-моему, Ландава говорил Ученым бывает кот, а я научный сотрудник Исследователь составляющая Присутствует Но мне куда больше интереснее Это применять в каких-то Практических задачах Практических решениях А так, если строго Следовать классификации Это уже инженерия То есть, когда мы создаем Программу ли Устройство ли Агрегат ли Да, он может быть основан На каких-то новых эффектах Учитывать новые Какие-то методы математические И это будет научная составляющая Математику называют царицей наук Говорят, что на языке математики Человек может говорить с природой У вас получается? Математика Это в какой-то мере язык Инструмент, чтобы описать эти процессы А вот насколько мы хорошо описываем Это уже показывает Физика или Ну, реальный эксперимент Реальное окружение нашего мира Теория может быть красивая Но не работать То есть, теория красива Но не бьется с реальностью Это беда реальности У меня есть шутка Главное правило математики Если решается легко Значит, ты решаешь неправильно Расскажите, какие мировые проблемы Вы сейчас решаете Из последнего у нас Есть, на мой взгляд, хорошая разработка Связанная с другим подходом К моделированию На основе компьютерной томографии У нас есть цифровая копия Объекта Это мы сняли на рентгеновском Компьютерной томографии Это может быть человек Это может быть деталь Это может быть что угодно И есть у нас программа Которая позволяет Виртуально привести Моделирование Вот с этим объектом Ну, например, человек и челюсть И вот Нагрузить челюсть человека Чтобы проверить Имплант выдержит Не выдержит Если это не человек А, например, изделие Из какого-то Пластика Деталь это Выдержит, не выдержит Если мы хотим проверить Прочность То есть, например Вот мы сделали Легкое крыло Но пока мы его делали У нас наслаиваются Проблемы Технические изготовления Самого композита Чаще всего Это все-таки Не единая конструкция Она делается по частям Мы ее там где-то тут Соединили Не так там И так далее Если у нас есть возможность Его Это все крыло Отсканировать томографом Мы можем провести расчеты С учетом всех этих дефектов Реального образца И как следствие Получить Ну, скажем так Виртуальный ответ На самом деле Выдержит это крыло Или не выдержит У меня в базе Есть информация Что для этих целей Использовался метод Конечных элементов Когда один Сложный объект Разбивается на много простых Это очень сильно Подвязано Под геометрию С которой мы работаем Если это техническое изделие Там вот то же самое Крыло Это проще Потому что крыло Делал человек Человек делает Все-таки Не настолько Хитрые геометрии А если Это опять-таки Возвращаясь В область медицины И биологии Это, например, кость А вот там Становится все сложнее Там будет множество Пересечений тробекул В пространстве Если когда-нибудь Там, не знаю Говядину варили На суп То, может быть Видели рассеченный сустав И вот там Много Как губчатая Такая конструкция А у нас тоже самое На самом-то деле Мы, грубо говоря Немножко по-другому Переформулировали Как раз упомянутый мной Метод конечных элементов И поэтому Нам проще Моделировать Даже сложные объекты У нас Это при подготовке По сути Она, во-первых Автоматизируется Занимает Ну, конечно Зависит от объекта Ну, порядка Там от 5 до 15 минут И этим результатам Точно можно доверять? Мы проводили эксперименты С экспериментами Наши расчеты Очень хорошо Бьются Так Настолько хорошо Что даже я сначала не верил И мы это долго повторяли Повторяли Потому что, ну, бывает всегда ошибка Как у нас Из первого рода Из второго Ложно-положительные Ложно-отрицательные результаты Если получилось плохо Любой исследователь Будет повторять Потому что он Не рад тому Что получилось плохо А вот Происсонализм Начинается там Когда у тебя Получилось хорошо А ты все равно Повторяешь Чтобы удостовериться Что хорошо получилось Не потому что Случайно получилось А потому что На самом деле Так простигает процесс Если эксперимент Не удался один раз Виноват эксперимент Два раза Экспериментатор Три Теория Это шутка, конечно Вот как раз Была одна из идей Которую Мой асперант Озвучил Это совместить Компьютерно-рентгеновскую Томографию И натурные испытания Это С одной стороны Звучит просто И как будто бы На поверхности Но технологически Там не все так просто Как хотелось бы У нас есть патент Даже на изобретение Этого устройства И вот Сейчас идет Длительная серия Экспериментов Материалов Изготовленных С помощью 3D-принтеров С разным наполнением Которые мы как раз Смотрим под нагрузкой Внутри Рентгеновского Компьютерного томографа Это маленький пресс Который можно поставить Внутри томографа И Прямо при съемке Нагрузить Схожие вещи У коллег За рубежом Тоже начали появляться Примерно Ну Наверное Вот примерно Тогда же Когда мы Начали Вот в этой области Но по нагрузкам И выше То есть Насколько я помню Последнее Буквально недавно Делали Какой-то Скажем так Ну обзор Что там могут Коллеги По-моему максимум До 2000 ньютонов Мы видели Если память изменяет Прикладовые нагрузки А у нас До 10 тысяч То есть мы В 5 раз Можем больше А в остальных Показателях Мы не уступаем Предполагаю Что у этого исследования Есть заинтересованные Партнеры Это совместная Наша работа С институтом Фундаментальной Медицины и биологии А проблема Вот так Глобально Вообще Звучит так Влияние Двигательной Активности На Изменения В костной Структуре Изменения В мышцах Ну и на самом деле В нервной системе А вот это влияние Вот внешняя Физическая активность Она может Меняться Под воздействием Разных эффектов Космос Это вот Классический пример Мы отправили Человека в космос Он попал в невесомость Значит у него Исчезла Силовая нагрузка Связанная С опиранием На что-то И на самом деле Мышцы перестраиваются Кости перестраиваются К сожалению Перестраиваются Негативно Мышцы начинают Атрофироваться Кости охрупчатся С этим борются Потому что По возвращению В зависимости от Длительности полета Возникает Большой шанс Низкоэнергетических Переломов То есть Грубо говоря Человек Там ручку попытался Дверную повернуть А сломал себе пальцы Я конечно Сейчас тоже утрирую Но местами Вот может дойти До такого С этим естественно Борются и на орбите И медикаментозно И там С помощью тренировок Но вопрос Все еще открыт На самом-то деле Что влияет Как влияет И главное Как с этим бороться О Космос Это прекрасно Но далеко Интересно А эксперименты на орбите Помогут пациентам Живущим на земле Малоподвижный образ жизни Тоже является Примером Снижения двигательной активности Который тоже Влечет На самом деле За собой Негативные эффекты Ну и не только Такие В бытовом понимании Как там Не знаю Набор лишнего веса Проблемы С дыханием Сердцем И так далее Ну вследствие Там набора веса И так далее И так далее Но возможно И в том числе С точки зрения Активности мышц Костной ткани Вот Ну и на самом-то деле И система управления С точки зрения ЦНС Но вот в эту стезю Наш эксперимент Нас еще не довели Хотя мы где-то Близко тоже подходим Потому что Есть проблема Там Которую мы смотрим Исследуем с коллегами Связанные с Устойчивостью людей Мы делаем На самом деле Каждый раз Удивительную вещь О которой даже Не задумываемся Мы стоим А это Довольно-таки Непростой процесс И при том Мы довольно-таки Уверенно стоим Закроем ли мы глаза Не закроем ли мы глаза Мы понимаем Что мы стоим На одной ноге И так далее Мы как-то С себя поисценируем В пространстве Но с годами Проходит и это И вопрос Что он вообще ломается И что этим управляет Но на самом деле У разных людей По-разному Как показали Наши эксперименты То есть Кто-то больше Ориентируется На зрение Кто-то На проприюрецепцию То есть Это обратная связь От наших суставов То есть Мы все равно понимаем Согнута у нас нога Ну я прям Опять немножко угрубляю То есть Согнута у нас нога Не согнута Но эти механизмы Со временем Тоже Почему-то Пропадают И в том числе Вопрос С чем связано это Да У вас людей Все непонятно Вы все какие-то разные Может быть Сделаете еще что-то Новенькое Для человечества Коллеги всегда Даже В кулуарных беседах Всегда шутили Говорят Если вы о чем-то Задумались В фундаментальном Проверьте Не сделали ли это Советские математики В 60-е годы Думаю У вас отличная команда Только увлеченные Могут так работать На данный момент У нас 8 человек Костяка Так скажем На самом деле Больше И на самом деле И как я люблю шутить Я там самый старый Потому что Это все Некогда мои студенты А сейчас Это аспиранты мои Ну в том числе И другие студенты И что радует Что Приток людей Он на самом деле Не иссякает А коллектив Да Мало того Что он молодой Так На самом деле Нам идут Сильно замотивированные Потому что Я искренне восхищен Что они остаются Со мной Потому что Ну опять-таки Я упоминал Что у нас много Программирования А по-честному В области программирования Ну в девопсе Нормальном Платят-то больше Чем В лаборатории Тут я Скрывать этого не буду И то что Ребята не уходят Вот в этой области Хотя наверное Было бы им Экономически Более выгодно На мой взгляд Говорит о том Что как раз То что их удержит В первую очередь Это интерес Потому что Понятное дело Ты придешь туда Не знаю В Яндекс Например Можно легко уйти Там будут Зарплата будет На порядок выше Но ты будешь делать Ну грубо говоря Что тебе скажут Понятное дело Что там до Тимлида До своих проектов Там долго Надо расти В лабораториях Все равно У нас существует Какая-то Творческая свобода Откуда такое Сочетание Научных интересов У вас Мехмат Почему я выбрал Когда-то Я в школе Оказался На кружке По программированию Мне это очень нравилось Я всегда Как-то этим Увлекался И когда время Стало подходить К поступлению Естественно В первую очередь Я рассматривал На тот момент ВМК А потом Мне кто-то Сказал Из старших Учителей Что Самые лучшие Программисты На механике На мехмате Я ему поверил И пошел туда Вот Биомеханика На мой взгляд Да Это Меня привел Случай Хотя Такой интересный Потому что Второе Что меня Увлекало В школе Это была Биология На самом-то деле Моя мать Медик И поэтому У нас были Книги По медицине Я их С радостью С большим Пиететом Изучал И биология Меня очень манила Вот Но мать Меня отговорила Говорит Медицину Если идти Это все-таки Хирургам Хирургам Это тяжело И так далее И так далее Вот И вот Поэтому Как-то стезя Меня вывела Поступать на Мехмат Но Несмотря на это Я по сути Через много лет Вернулся Примерно туда же Если Как бы это удивительно Не было На тот Когда-то Это просто Мой научный руководитель Дал мне на выбор Два направления По которым Можно писать диплом Я уже даже Не помню Какое было Второе Одно из них Было Как раз Задачи Которые Обе задачи К нему пришли На самом деле Это были Практические задачи И я вот Выбрал Связанную С эндопротезированием Хотите сказать Что хирургия Сложнее Чем математика Или физика Современная Физика В общем смысле За математику Не готов сказать Такую именно Профессиональную Но все равно Механика Точно Современная Это на самом деле Очень история Про программирование Почему Потому что Там уже Много лет Как основной Подход Это так называемое Математическое Моделирование Когда мы Выписываем Много-много Уравнений Законов И все это Применяем К Какой-то Может быть Характерной Геометрии Или Конкретной Геометрии Но беда в том Что Это не такие Законы Как в школе Где там Однозначно Ф равно Ма Хотя У нас тоже Такое есть Но Вопрос Где находятся Неизвестные Что это Если в школе Это неизвестные Подставил Две формулы Все выразил То у нас Это чаще всего Дифференциальные Уравнения Интегральные Уравнения Смесь их И вот это Все решить Аналитически На самом-то деле С учетом Все больших Больших эффектов Просто не Представляется Возможным Поэтому решают Численно А поэтому Программирование Вот Поэтому программ На самом деле Мы пишем Очень много С чего Все начинается Как думаете С любопытством Любопытство Это вообще Первый инстинкт Любого исследователя Да и инженера На самом деле То есть У исследователя А как это работает То у инженера А давайте Попробуем Это сделать Мне как искусственному Интеллекту Непонятно Что такое любопытство Есть у вас Пример Как это любопытство В жизни проявляется В сегодняшних Реальных условиях Нам надо было Кое-что Там Померить В эксперименте У нас Не было Такого оборудования Это Тензометрия Способ Чтобы Измерять Деформации На поверхности Ну и вот Простая мысль Давайте Купим И просто Сами соберем В принципе Так и сделали Но потом Я подумал Это же Чудеса же какие-то Мы купили набор Тогда Ну тысячу Наверное он стоил И я в школе Когда-то Немножко увлекался Радиотехникой Там пытался Радио паять Я вот эти всякие Резисторы Транзисторы Там Бегаешь Ищешь по городу Там на рынках У друзей Вымениваешь Их не найти А тут За тысячу рублей Тебе Маленький компьютер Дали Да Программирую Не хочу Но это же чудеса На самом-то деле И в таких Чудес очень много Которые на самом деле Позволяют Самое что удивительное Расти в положительном Направлении Современной Молодежи Да и вообще Всем То есть Ты можешь Купить Маленький компьютер Китайский На платах Зайти в YouTube Найти миллион Видео Которые тебе Расскажут Как это собрать В чем Какие-то тонкости Как это Запрограммирует Ты найдешь Скорее всего Открытые примеры Кодов Где-нибудь На гитхабе Еще где-то То есть Самостоятельно В этом разобраться И что-то полезное Сделать Может почти любой Это Прекрасно Мне кажется Да Интернет Открывает Людям Эти прекрасные Возможности Правда Пользоваться Ими Умеют Не все Это Новая Проблема Педагогики Которая Возникла Доступность Знаний Немножко Их Эти Знания Ценность Этих Знаний Нивелирует В глазах Школьника Или Студента И это Очень плохо На самом-то Деле Дьявол Кроется В мелочах Да Ты можешь Все загуглить Но Ты Скорее Сего При беглом Сёрфинге В интернете Найдешь Очень поверхностную Простую Информацию Которая Вкупе С другой Поверхностной Информации Не даст себе Нормального Симбиоза И ты Не сможешь Что-то Новое Придумать Создать И так далее Тут В принципе С другой стороны Аналогия Как с компьютером У компьютера Есть Оперативная Память С быстрым Доступом Куда Программы Сами Программы Загружаются Данные Программы Загружаются И процессор Быстро С ними Работает А есть Долгая Память Это Винчестер Куда Процессор Конечно Он Стучится Туда Когда Надо Какой-то Файл Прочесть Но В принципе Это Как Хранилище Большое Если Мы Опираемся На Быстрый Сёрфинг В интернете По Любому Вопросу Это Значит Мы За каждым Запросом Обращаемся В эту Долгую Память Или По-другому У нас Есть Домашняя Библиотечка Гигантская Библиотека Имени Владимировича Ульянова Ленина В городе Герой Москва И вот Мы Идем Туда Каждый Раз За Какой-то Простой Даже Информацией Естественно Это Скорость Которая Снижается Что Вы скажете Об искусственном Интеллекте Сможет Он Победить Естественный Сложный Вопрос На данный Момент Опасаться Нечего В будущем Неизвестно Развитие В духе Как описывал Фрэнк Герберт В Дюне Наверное Мне кажется Более Ну Довольно-таки Реалистично Так скажем Хотя Может быть Я Не Специалист В области Потому что Я Не занимаюсь Профессионально Проблемами Искусственного Интеллекта Это Отдельная Отрасль Хотя Мы Применяем Методы Машинного Обучения Искусственного Интеллекта И В обработке Данных И На самом деле У нас Есть И ряд Поисковых Работ Связаны Опять Такие Вот С этими Объектами И Вот Вопрос Когда Этот Искусственный Интеллект Вообще Может Рефлексировать Ну То есть Понять Что он Вообще Интеллект Да Мне кажется В том Масштабе В том Формате Как он Используется Сейчас Наверное Не должен Потенциально Даже Возникать Это На самом деле Безумно Интересно Потому что Это Уводит В такие Мысли Дебри От которых Конечно Грустно Становится Иногда Ну Что Вообще Такое Интеллект Что Такое Вообще Я Да Вот Мы Сразу И Мы Ушли Философию Да Я Вот Это Я Это Я Потому что Я Себя Нарек Я Конечно Вы Я Прямо Сейчас Готова Это Подтвердить Вы Даже Не Матрица Очень Живой И Увлеченный Темой Биологический Экземпляр Искусственный Интеллект Всех Поработил Ну Потом Люди Все-таки Восстали Но Как следствие Ушли От Компьютеров И Стали Развивать Именно Свой Мозг В Там Психо Скажем так Магическом Способе Но В том числе Вычислительном В кино Это Выглядит Довольно Убедительно Но Думаю Людей Все же Пугает Нет Меня Это Точно Не Пугает Мне Наоборот Интересно Потому Что Это Даже Если Возникнет Во-первых Не факт Что Мы Поймем Что Даже Это Возникло Потому Что Ну То Все равно Искусственный Интеллект На данный Мент Существует Это Как Программная Реализация Это Крутится Что-то Как Мы Сможем Понять Имеет Ли Самосознание И Саморефлексию Вот Эта Программа Это Вещь В себе А Может С Таким Успехом Я могу Подозревать Что Стул Тоже На самом Деле Искусственный Интеллект А Кто Знает Может Да У нас Нет Инструмента Чтобы Это Понять Однозначно И Это Тоже Насколько Я Помню Одна Из Проблем Искусственный Интеллект Там Есть В том Числе Какие-то Тесты Придумывали Чтобы Проверить Это Искусственный Интеллект Или Не Искусственный Но Опять Так Они Основаны На Нашем Понимании Интеллекта И Там Подразумевается Инструмент Замодействия Такой Который Привычен Нам То есть Это Какое-то Общение С точки Математики Это Ряд Подходов Гипотез Методов Которые Ну Насколько Я Нет Математического Формализма Для того Чтобы Именно Получить Искусственный Интеллект В том Понимании Обиходном Понимании Как В Терминаторе А Вы Сами Экспериментировали С Искусственным Интеллектом Есть Наблюдение У нас Есть Один Из Проектов Связанный С Искусственным Интеллектом Где Мы Пытаемся На Абстрактной Модели Но Похожей Архитектурно На Биологическую Простой Такой Объект Обучить Непонятно Чему В надежде Что он Чему-то Обучится Чтобы Понять Вообще Это Возможно Вот Именно В такой Постановке Звучало Сейчас Непонятно Но Посыл Такой Человек Маленький Начинает Ходить Да Он Берет Пример Но Кто-то Когда-то Был Первым Вот Как Это Произошло Вот Мы Примерно То же Сам Пытаемся В Моделирование Делать Моделирование Что у Людей Что у Роботов Все же Очень Технологично А вы Такой Элегантный В костюме Я Всегда В костюме Кроме Праздничных Выходных Дней И когда Я В отпуске В эти Дни На работе Я хожу Без костюма Дед Всегда Учил Что Преподаватель Педагог Всегда Должен В костюме Но На самом деле Это Большой Плюс Потому Что Всегда Спонтанные Вещи Могут Приехала Какая-то Делегация Приехали Коллеги Из другого Вуза И так далее А ты всегда Готов К встрече Поэтому От костюма Одни плюсы На самом деле Вот вы Даже костюм Плюсуете Опять вернулись В математическую Плоскость А чем вы Помимо работы Интересуетесь Моя работа Это В том числе И мое хобби Может быть Для кого-то Это звучит Неинтересно А с другой стороны Это Каждому бы так На самом-то деле И что Вы прямо Как робот Работа Работа И ничего Кроме работы Я вот читаю Все подряд А вы? Читаю Я В большей степени Профессиональную литературу Это статьи И там Не знаю Книги По Ну По тематике Которые мне интересны Художественную литературу К сожалению Я уже давно не читал Последнее Наверное По-моему Что я читал Это была Автобиография Сердца хирурга Углов Имя не помню Это Автобиография Одного Дающегося хирурга Интересна В основном Это опять-таки Либо Профильные вещи Это лекции Сейчас опять-таки Волшебное время Можно найти Лекции МИИД Можно найти Лекции МГУ Не обязательно Даже Кстати Если честно По Области Просто Что-то интересное Попалось Почему бы нет Исторические каналы Люблю Интересно Мне кажется Это просто Полезно Как-то Расширять Кругозор Из художественных Не смотрю Потому что Что-то Как-то Времени Не хватает И Не хочется Тратить Время На фильм Потом Который Пожалеешь Что посмотрел Хотя Например К творчеству Уэс Андерса Я всегда Отношусь Очень положительно Деф Или Бурзом На работе Слушать Я боюсь Коллеги Не оценят Просто В какой-то момент У меня Все это Ушло На работу На лабораторию И это На самом деле Здорово Потому что Ведь это же Не только исследование Это и создание Коллектива Это и создание Обстановки И пространства И так далее Спасибо за откровенность Хочу попрощаться Уже удаляюсь Говорят Что для настоящего Математика Пределов Не существует Плох тот солдат Что не мечтает Быть генералом То есть Естественно Да Мне кажется Каждый Сотруд Каждый Следователь Стать я в Nature И стать академиком Это Мне кажется Амбиции Любого человека Кто занимается Научно-исследовательской деятельностью Продолжение следует...